Роман Светан и Юрий Фёдоров на связи со студией. Панове, рад вас приветствовать. Слава Украине! Героям Слава Украине! Панове, если можно, чтобы наша дискуссия получилась более живой, я, конечно, буду модератором, но если можно, если вы друг друга хотите дополнить, не стесняйтесь, пожалуйста, перебивать активнее, давайте попробуем наш диалог построить. Но если можно, хотел бы начать вот с этой новости о том, что генерал Залужный отказался ехать в Брюссель, отказался принимать участие в собрании генералов НАТО, сослался на крайнюю занятость. И знаете, у россиян сейчас настоящая истерика, они буквально с минуты на минуту ожидают, что генерал Залужный отдаст приказ об украинском контрнаступлении. Но вот, если серьезно, по вашему мнению, может ли такой приказ Залужный сейчас, вот просто в эту минуту отдать, или все-таки еще рано? Если рано, то почему? Пан Роман, если можно, вам слово. Ну, контрнаступление, давайте правильно говорить, наступление. Наступательные действия уже начались, начались уже, идут около недели. Удары по топливоприемникам, топливным базам, логистическим цепочкам топлива, это уже начало наступления. Разворачиваются наши разведывательные роты до батальона, проводят наступательные действия. Вот недавно мы слышали о выходе наших разведчиков и работе штурмовых групп в районе Бахмута, в районе Курдюмовки, также западнее Павлограда и в районе Орехова. То есть вся линия фронта предположительного наступления, она уже двигается. А вот изменение обстановки и тактической, иной, естественно, оперативной, а уже над изменением оперативной обстановки должен быть руководитель. То есть постоянно держать изменения под своим контролем и принимать решения. Потому здесь можно говорить о прорыве. Так вот прорыв может быть в любой момент, и для этого не нужен приказ прямой. Он и так может быть в обрушении фронта по некоторым участкам, куда уже будут переброшены резервы в зависимости от планов. То есть для этого нужен главнокоманда, главком на месте для того, чтобы быстро принять решение. Иногда часы как раз очень важны, даже минуты, десятки минут, по крайней мере. Но часы уж точно при принятии решения в изменяющейся оперативной обстановке. Потому генерал Залужный важен сейчас на своем посту как модератор, генератор, ну и, естественно, командир. И он, в принципе, где-то около месяца будет занят, как минимум месяц будет занят. Чуть ли не каждую минуту у него и спать некогда будет. Не то, что, допустим, как-то где-то участвовать. Какой бы ни был форум или отношения с партнерами важны, но вот именно в развивающейся обстановке около месяца она будет вот такая напряженная, пока уже не будет понятно развитие некоторых наступательных действий, направлений. Уже не установятся определенные уже действия. Пан Юрий, насколько вы с аргументами Романа Светана согласны, что контрнаступление уже неделю как происходит? Ну, конечно, оно происходит. Понятно, что происходит. Вопрос в том, что обычные люди, те, которые ждут этого наступления, которые хотят как можно скорее, чтобы были разгромлены русские войска, для них наступление – это немножко иное. Это вот массированные прорывы, это такие тяжелые удары артиллерийские, массированные артиллерийские налеты и так далее, прорыв фронта. Ну, в общем, примерно так, как это было в Харьковской области осенью прошлого года. Так что тут нужно, конечно, понимать, что наступление, в общем, как я понимаю, началось, но оно может принимать разные формы. Тут пан Светан говорил все абсолютно правильно, как я понимаю, и я с ним согласен. И что касается визита, и да, и при этом, естественно, генерал Залуженный, как главнокомандующий вооруженными силами Украины, не может отлучаться со своего поста, со своей должности из Киева, даже если это путешествие в Брюссель для встреч с коллегами из НАТО. Но я бы хотел заметить еще одну вещь. Понимаете, как я думаю, ну, я, конечно, могу ошибаться, но думаю, что все-таки встреча такая в Брюсселе, она может иметь скорее протокольный характер. Это, конечно, очень важно, но действительно важные вещи, деликатные вещи, которые не предназначены для чужих ушей, обсуждаются, как правило, все-таки один на один с коллегами. И если генерал Залужный хочет и должен о чем-то договориться очень важным, а он о неважных вещах говорить не может и не должен, значит, ему нужно говорить один на один с теми или иными коллегами. А вот выступать на широком таком сборище, собрании, прошу прощения, это, в общем, да, это важно, важно донести точку зрения Киева до коллег из НАТО, но при этом, понимаете, ведь его же будут спрашивать, а когда у вас наступление, а как вы готовы и так далее и тому подобное. А рассказывать такие вещи даже в очень узком кругу все-таки довольно рискованно, есть риск утечки, а при этом понятно, что российская разведка, все виды российской разведки и военного командования, они просто спят и видят, ищут любую утечку, любую информацию о том, где, на каком направлении будет начато вот это массированные действия вооруженных сил Украины, когда они будут начаты. Поэтому я считаю, что здесь должен быть тотальный такой, тотальный запрет на любую информацию, исходящую из высших кругов военного командования в Украине, из генерального штаба, полный блэкаут, как говорят, в английском языке, для того, чтобы скрыть ту самую ключевую информацию, которая очень нужна противнику. Пане Юрию, пане Румане, но в контекст вот ваших слов о том, что контрнаступление уже началось и продолжается как минимум неделю, очень хорошо ложится вот эта вот новость, эта вот истерика от Пригожина, главного вагнеровца, который вчера кричал о том, что 72-я бригада РФ то ли разбито, то ли массово сбежало с Бахмута. То есть наши контрнаступательные действия уже даже невозможно скрыть в том плане, настолько они успешны. Ну, дополню Юрия Евгеньевича, чуть дополню его спич предыдущий. У россиян есть очень мощная система аналитического съема информации, дальше анализа, и они могут читать с лица, они могут читать по идеомоторике, они могут разложить по психомоторике. Потому однозначно закрывать надо не просто информацию как таковую, закрывать надо даже людей, которые имеют эту информацию, закрывать от контактов с кем бы то ни было, чтобы этот контакт не вышел, допустим, для того, чтобы аналитики могли считать и расшифровать по некоторым вторичным признакам некоторые моменты. Потому здесь вот Юрий Евгеньевич однозначно прав. Полное закрытие, никакого контакта ни с кем и нигде. Ну, а то, что сейчас происходит в Бахмуте, это как раз один из эпизодов. Я бы сказал, его больше подсветил сначала сам Пригожин, но, может быть, если бы он его не подсветил, то наши, по крайней мере, войска могли бы и на такие действия уже не реагировать, так как такого же уровня они произошли на некоторых других направлениях фронта. Ну, а раз это уже подсвечено было, и тем более в таком, в цифровой росписи, можно так сказать, кто куда и как бежал, то, естественно, уже нет смысла это скрывать. И наше информационное поле военное, по крайней мере, со своей стороны подтвердило провал тех флангов, о которых говорил последние несколько недель, говорил Пригожин. У него есть рядом военные, скорее всего, у него, конечно, военного образования нет, но рядом есть военные, которые прекрасно понимали ущербность позиции этого языка, который вытянулся из Попасной в сторону российского языка, который вытянулся из Попасной в сторону Славянска, и, естественно, у него будут фланги под ударом. Укрепиться там практически негде. Еще можно как-то более-менее укрепить правый фланг в районе Сиверска и Белогоровки, но вот левый фланг в районе Курдюмовки, Клещеевки практически невозможно укрепить. Там всего лишь одна водная преграда, которая, естественно, вернее, искусственная, это водовод, идущий через Часовьяр в Донецк. Вот вдоль этого водовода работают наши части. Ну и вот одна из такого рода действий увенчалась успехом, одно из такого рода действий увенчалось успехом, продвинулись на нескольких километров в направлении разблокирующем Бахмут. То есть это отсечение юго-западной Клешни россиян, которые пытались окружить Бахмут. Это в районе Клещеевки, в районе Курдюмов. Пан Юрий, если можно, такой у меня военно-политический сейчас вопрос к вам будет касательно вот этих всех истерик Пригожина о том, что вот нам, вагнеровцам, мало снарядов дают, мол, мы, вагнеровцы, сейчас из Бахмута уйдем. Знаете, мне, как человеку гражданскому, очень это все выглядит, как, что Пригожин мало не путь сейчас готовит, военный переворот. Вот чисто теоретически, может ли он сейчас отдать приказ своим вагнеровцам уйти из Бахмута? Может ли он обратиться к российской армии вторжения со словами, мол, нас предали, нас предали генералы Шойгу, нас предал верховный главнокомандующий Путин, нам нечего тут в Украине делать и разворачиваем оружие на Кремль. Вот по вашему мнению, насколько это реально, что Путин может сейчас стать таким вот революционером и пойти на Кремль с оружием? Если предположить, что за Пригожиным стоят какие-то круги действительно влиятельные, потому что сам по себе Пригожин, ну, у него кроме Вагнера, кроме этой вот банды наемников несколько тысяч, если иметь в виду ядро этой группы, а не тех заключенных, которые он время от времени набирает, значит, если за ним стоят серьезные силы, его могут использовать и для такой цели. Но я пока, в общем, хотя есть, знаете, есть один сигнал, который показывает, что нечто похожее может готовиться. Это вчерашнее заявление Пригожина о, значит, дедушке. Дальше он там непечатными словами, одним словом непечатным его характеризовал, с чем я, в общем, согласен. Вот это прямой выпад в адрес Путина. И, по сути дела, если в ближайшее время Пригожина не арестуют и не ликвидируют, или не ликвидируют, значит, он встал на путь, ну, если не революции, конечно, но может действительно обратиться с призывом. Однако, даже если он скомандует вывод своих войск, своих вот этих наемников из Батбахмута, то, да, кремля им наехать будет довольно сложно. Я думаю, что их тогда остановят. Но если за ним стоят серьезные люди, то да, такой вариант, в общем, хотя и маловероятен, на мой взгляд, но исключать его нельзя, как вообще нельзя исключать ничего, что может происходить в России. Пане Румане, ну вот, если вот сейчас начнется успешное наше контрнаступление, ну, которое проявится в обвале Российского фронта, и Пригожин при этом сделает вот это обращение к Российской армии, мол, нас все предали, и давайте идти на Кремль. Вот по вашему мнению, поддержат ли его россияне Российская армия? Ну, россияне, может, его и поддержат, а вот Российская армия его даже не услышит. Сильно распиаренная личность ОПГ Пригожина, это примерно один процент всей российской армии. Вот что такое ОПГ Пригожина? Это люди, которые вышли год назад из опасной и за год прошли 30 километров в сторону Бахмута. 30 километров за год. В это время российская армия, сотни тысяч человек зашли на Киев, вышли с Киева, зашли на Изюм, вышли с Изюма, зашли на правый берег, на Херсон, вышли с правого берега Херсона, сотни тысяч человек, тысяча километров фронта, десятки тысяч движений произвели, а в это время ОПГ Пригожина двигается с попасной на Бахмуту. Год, 30 километров. Но в это время, то есть, действий 0,001, тысячная десятых, а медийная составляющая составляющая чуть ли не 99%, но это медийная составляющая для внутреннего потребления, для российского внутреннего народа. Армия его не видит, ни его не видит, ни ОПГ этого Пригожина просто не видит, линейные части их в сотни раз больше. то есть, раздутая личность, и вряд ли этот призыв приведет к какому-то движению именно самой армии. А вот дополню Юрия Евгеньевича, дело в том, что Пригожин может сейчас бросаться на генералов вплоть до того же Путина с одной целью, чтобы его выгнали из Бахмута. Это единственный выход, как спасти ОПГ, костяк ОПГ Пригожина, когда он договорится до такого, что его просто с пинка отправят с Украины куда-то в Африку, а это как раз ему и надо. Потому, я думаю, он сейчас будет усиливать риторику в таком режиме, доводя в конце концов до вот такого разрыва. Пока его оттуда просто не выгонят. Панова, если можно, у меня еще конкретный, абсолютно конкретный вопрос. Вот новость дня сегодняшнего о том, что обломки ракеты, найденной около польского Бытгоща, оказались якобы все-таки российской Ха-55. Но от украинской границы до этого польского населенного пункта около 400 километров до белорусской границы около 300 километров. Как эта российская ракета там могла оказаться? И, по вашему мнению, приведет ли это к каким-либо последствиям политическим, может быть, а может быть и военным, если все-таки будет подтверждение, что это российская ракета, упавшая за 400 километров от украинской границы? Ну, я расскажу, как она могла там оказаться. Юрий Евгеньевич, попрошу объяснить, что может быть. Значит, ракета могла туда уйти после получения повреждений от украинской противоракеты. То есть, выходила, допустим, на какие-то западноукраинские тепловые станции, был пуск ракеты, повредили, и она ушла, а дальше просто упала на определенной дальности, то есть, она могла дойти до этой территории. А вот уже как действовать, Юрий Евгеньевич, вам слово, вы больше знаете. Что я могу сказать? На мой взгляд, тут первое, что бросается в глаза, это странное поведение польских военных, польских военнослужащих ПВО, которые упустили эту ракету, они вели ее до какого-то предела, а потом она исчезла с радаров. Так я понимаю эти известия, которые опубликованы в польской прессе. У меня сразу вопрос. Да, когда это было? Это было в апреле, уже достаточно давно, и это, в общем, так сказать, неуспех, мягко говоря, польской ПВО и попытки, вообще говоря, как-то замотать это дело. А если бы, ну, представьте себе, а если это ракета, у нее какая-нибудь ядерная боевая часть, ну, значит, вот пропуск такого летающего объекта, это, в общем, неудача, его нужно сбивать, как только он пересек границу, польскую границу. Пан Юрий, уточню, пан Юрий, уточню, обломки нашли в апреле месяце, а сам инцидент этой ракеты был еще зимой прошлого года, то есть, вот, как бы, во времени оно оказалось еще более растянуто. Ну, так все равно нужно было сбивать, потому что, действительно, а если на ней какая-то серьезная боевая часть, ну, Пане Романе, почему, почему поляки просмотрели, прогледили, просмотрели, да, не увидели эту ракету, не смогли ее сбить, пока она 400 километров польской территории все-таки пролетала? Ну, они, пока летела ракета, они молились, чтобы она долетела до Германии, чтобы немцы быстрее передали украинцам технику и быстрее были, да, быстрее были сговорчивые, ну, я думаю, только такой, в качестве сарказма, конечно, шутки, может быть ответ, ну, а там дальше, конечно, это поляки должны сказать, что произошло. Панове, большое спасибо вам за то, что нашли возможность для диалога, спасибо за этот разговор, спасибо за вашу аналитику, ответы и пояснения, военные эксперты Роман Светан и Юрий Федоров были на связи со студией 24 канала. Андрей Андреевич Пентковский, российский публицист. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Влад. Вас, как украинского блогера, хочу вот с таким промежуточным и вас, и меня, и всех украинцев успехом поздравить, то, что сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34. И я бы хотел начать наш разговор именно с этой новостью. Есть ли вам что сказать? Ну, это показывает, видимо, новые возможности украинских вооружённых сил. Ну, и всё это вписывается вот в события последних двух-трёх дней, которые, конечно, представляют собой такую начальную, можно назвать её подготовительной, стадии того принципиального военного наступления Украины, которое так долго прогнозировалось. Угу. Ну, хотел бы так же вот начать с такой интересной темы, точнее, продолжить, вот, некий позитив внести в начало нашей беседы. Медведев назвал выход Техаса из США и Шотландии из Британии вопросом будущего. попрошу наших режиссёров показать комментарии людей под этим постом, чтобы сразу охарактеризовать вектор этой новости. Ну, и, конечно же, он не сказал о том, как назвать эти места, может, Техасская народная республика и Шотландская народная республика. Ну, а мой вопрос всё-таки заключается в следующем. Вообще, кто его уже всерьёз вообще кто-то воспринимает, боится, вот там на Западе его заявление, обращает ли внимание? Нет, ну, Медведев занял твёрдо свою нишу городского сумасшедшего. Я думаю, его никто не воспринимает даже в путинском окружении. Ну, он тяжело переживает своё громадное падение от экс-президента, от премьер-министра, вот, до городского сумасшедшего. Важно то, что никто не воспринимает всех этих красных линий угроз России. Выяснилось, что никаких карт у России не осталось. Ну, что касается ядерного шантажа, Путин успешно им оперировал вообще 15 лет, ещё после своей мюнхенской речи. Тогда, в 2008 году, не дали ПДЧ Грузии и Украине. Основной аргумент был, вот, давайте не будем провоцировать Путина, как бы он ядерную войну не начал. Это уже тема закрытая. Ему объяснили достаточно твёрдо, что с ним случится в случае использования ядерного оружия. И никаких признаков подготовки американской разведки, которая следит за этим очень внимательно, нет. и я вас не будет. по трём причинам хотя бы. Во-первых, это бессмысленно с военной точки зрения. Это не изменит ход войны. Во-вторых, его просто убьют. В этом случае это объяснили. И в-третьих, у него нет ядерной кнопки, на которой он может нажать. Это очень сложная процедура, которая требует взаимодействия десятков офицеров. И если один Путин может сойти с ума, несколько десятков людей одновременно с ним нет. выяснили, что да, когда они это поняли, они заявили, а нам не надо ядерное оружие, мы и так вгоним Украину в каменный век конвенциональным оружием, уничтожая её инфраструктуру. Ну вот уничтожали всю зиму. Да, нанесли серьёзный ущерб, убили массу народа, совершили массу военных преступлений, но инфраструктуру Украины устояла. И более того, сейчас с каждым днём становится всё более очевидно, что современные средства ПВО, поставленные Западом, намного усиливают оборону Украины. И вот те события, с которыми вы начали сегодняшнюю нашу беседу, показывают, что вот в воздухе инициатива переходит к украинской армии. Ну вот касаясь первой же новости, с которой мы начали, там есть действительно разные версии, они ещё будут подлежать всякому анализу и изучению, а некоторые говорят о том, что это всё-таки российское ПВО сбило свои же российские вот эти вот летательные объекты. Ну, мы только можем поддержать это абсолютно, пока что говорим... Работайте, работайте, братья, как они любят говорить. Да, так держать. Да, мы только «за» абсолютно можем даже поддержать и морально, и материально эти акции, их по-украински «заухочеваты». Но всё же, возвращаясь к теме геополитических вопросов, Владимир Зеленский, вот он уже приехал в Италию, планирует встретиться с президентом Италии, с премьер-министром и с Папой Римским Франциском. Интересно в этой связи понять, действительно ли как-то риторика Папы Римского может измениться, есть ли силы, возможности у нашего президента всё-таки пробить и сломать вот этот вектор, который Папа Римский наращивал всё это время? Нет, у него его дипломатическое искусство, его обаяние, в том числе и актёрское, поможет ему мягко отказать Папе Римскому вот в его этих самых настойчивых призывах «давайте остановимся, давайте прекратим огонь». Ну, всем же уже ясно, что это играет на сторону Москвы. Я недалёк от того, чтобы называть Папу Римского путинским агентом. Кстати, таких агентов очень много, они все хором повторяют. Папа Римский просто человек крайне левых убеждений. Это вот и аргентинская церковь, она такую теологию ненасилия проповедовала. Для него Соединённые Штаты страшный враг. И Украина уже виновата тем, что её поддерживают Соединённые Штаты. Эти левые идеологические убеждения, они не лечатся, но из уважения к Папе, к которому прислушиваются сотни миллионов католиков, отказать ему нужно очень мягко. Не так, как отказали 16 июня прошлого года, когда в Киев приезжали с таким же все эти предложения Папов Римских, Масков, Гейтсов, Уу, всяких китайского товарища Лихуэя, который вот-вот посиделил. Они же точная копия того, с чем приехали тогда Макрон, Шольц и кто же был итальянский премьер Драги. Сейчас итальянский премьер замечательный Мелони, который сегодня обнимал Зеленского. Она вот этих глупостей произносить не будет. Ну, что с ними сделали? Сначала повели в буч, ткнули носом в российские военные преступления. И поставили, вы что нам предлагаете, что мы отдали десятки миллионов своих людей на расправу вот таким же негодяям и садистам, которые действовали на оккупированных территориях. И на этом послали этих премьеров по адресу русского корабля. И, собственно, дискуссия на эту тему давно закончилась. Все будет решаться на поле боя. Есть шанс, что мы и Папу Римского проведем за ручку и покажем, что творится в Украине. Есть шанс его убедить приехать именно, ну, скажем так, абсолютно с гуманитарной миссией, но, опять-таки, точечно по тем проблемам, которые сложились в ходе этой войны. Ну, вот это хорошим было бы результатом. Ну, правда, он обязательно, конечно, если согласится приехать в Киев, сопроводить этот приезд в Москву, ну, хорошо, пусть пообщается с военным преступником. Это хорошая идея, да, вот именно. Такую буча терапии с ним провести. Он же все-таки по вопросам гуманизма. Да, однозначно, однозначно. Будем надеяться на то, что мы действительно увидим эту картину и что-то мне подсказывает, что можем все-таки относительно в скором времени что-то подобное наблюдать. Я знаю ваши отношения насчет Германии, того, как она сменила вектор, но сегодняшняя новость, конечно же, не оставила меня равнодушным. Германия планирует передать Украине вооружение на сумму около 2,7 миллиардов евро. Конечно, это действительно огромное количество военной помощи. Как бы вы могли это прокомментировать? Вы знаете, я поздравляю, что это вообще все вооружение, которое имеется в Германии. Вот-вот, да. Привлечение, но это шутка, в которой большая доля истины. Ну, мы помним вот эту историческую речь президента Штенмайера после того, как он посетил Киев. Он многое здесь увидел. Буч, и кроме того, ему самому пришлось там несколько часов провести в каком-то убежище во время одного из самых жестоких налетов русских. И он произнес, на мой взгляд, историческую речь. Он сказал, что вот я был одним из основных идеологов этой политики Путин-Ферштейн, и я делал это для того, чтобы предотвратить войну. И теперь я понял, что именно эта политика и привела к войну, к войне. И отныне вот она очень сильные фразы сказала Российская Федерация и Ферратин-Ферштейн Германия противники, враги, потому что нападение на Украину испепелило, испепелило, он сказал, всю систему европейской безопасности. И эти слова были поддержаны с тех пор и политической позиции всего немецкого руководства и вот сегодняшним сообщением о том, что действительно почти все вооружения, которые... Ну, во-первых, тут два обстоятельства. Германия чувствует большую нравственную ответственность. Вот очень долго, очень долго ведь Россия удавалась, Российской Федерации удавалось украсть у других народов Советского Союза и победу, и победу в Великой Отечественной войне, и те страдания, которые эти народы потерпели, и те жертвы, которые эти народы положили на алтарь этой победы. Ведь в Германии был популярный такой... Все время работал такой аргумент, что мы не можем никак, никак не можем предустоять России. Что вы, немецкие танки в России, у нас такая вина перед народами России, гитлеровцы совершили столько преступлений, но они почему-то забывали, что 90% преступлений, совершенных гитлеровцами на территории Советского Союза, были совершены на территории Украины, которая была три года полностью оккупирована. И вот это переключение в сознании, спекуляция на этих жертвах теперь уже русскими фашистами, это очень долго сдерживало Германию. А сейчас все это отброшено. Вот речь Тельмайера, она как бы была таким прозрением для всего немецкого политического класса, так что вот эта сегодняшняя новость, она естественно ожидаема и логична. Очень интересно, что этот нарратив о том, что Вторую Мировую выиграли только россияне, только они пострадали, поселился в головах у немцов. Это на самом деле говорит о том, что вот это зомбирование, та компания информационная, которая была развернута Российской Федерации, она все-таки достигла успеха не только внутри Российской Федерации, еще и в самой Германии. Но все же на данный момент нацизм все-таки определен в этой войне однозначно. вопрос мой заключается в следующем. Вот та помощь, которую Германия оказывает, она полностью уже абсолютно искупляет ту вину таким образом, которая была на них наложена фашистами. Ну, я бы сейчас не стал измерять меру вины и упрекать немецкий народ. Мне кажется, там действительно произошло сам факт, что они ошибочно направляли вот все чувство своей вины как бы в пользу России, это да, но тот факт, что немецкое общество прошло такое нравственное пересмысление гитлеровского периода и испытывало это чувство вины, это положительно. Вот давайте для сравнения задумаемся. ну вот через несколько месяцев Россия потерпит окончательное поражение, но вот мы помним, что канцлер Германии Брандт приехал в Варшавское гетто через 15 лет и встал на колени, чтобы признавая вину его предшественника канцлера Гитлера. Вот давайте ответим на такой вопрос, а через сколько лет Украина разрешит будущему русскому канцлеру России, если будет вообще Россия и будет ее канцлер, приехать в ту же бучу и постоять там на коленях. Это десятилетие требуется этот период покаяния и пересмысления. Ну, судя по сегодняшним настроениям, во всяком случае, так сказать, в элитной прослойке России, я не вижу тенденции к такому покаянию. Услышал ваш ответ. Опять-таки, смотря интервью ваше с другими ведущими, вот услышал мнение, что Путин целился захватить не только Украину, Украина была лишь одним из вариантов, то есть одним из пунктов, ну, а дальнейшие его цели, это, конечно же, развязание войны, захват других территорий, но он на этом пункте спотокнулся очень сильно и не достиг результатов. Какие себе сейчас он цели может ставить? Реальные цели, при которых он может чего-то достичь и удержаться у власти? Ну, она, эта цель достаточно ясна сейчас, на нее работает и китайский план, на нее, вот сейчас мы с вами разговариваем, а Папа Франциск будет пытаться убедить Зеленского в том же сценарии, о котором мечтает поэта, сценарий, как они их уже получили новые методички, они понимают, что неизбежен успех украинского наступления, они вот придумали такой термин частичный успех, вот Соловьев успокаивает своих слушателей, что да, конечно, будет какой-то успех, но это частично, им не удастся там, например, освободить Крым, и вот тогда Путин надеется, что, ну, предположим, Украина там продвинется, на сколько-то, 50-100 километров, передвинет линию соприкосновения сторон в свою пользу, но не достигнет решающей победы, вот это они продадут своему народу, как почетную ничью, или даже как историческую победу, мы же сражались со всем НАТО, там, с 50-ми государствами, и вот мы спасли свою родину, да еще, как бы, как сказал этот самый бандит Пригожин вкогтились, вкогтились кусочек какой-то украинской территории, вот об этом он мечтает, он сейчас мечтает не о поколении мира, не о реванше над западом за поражение Советского Союза в холодной войне, а за сохранение своей власти и жизни, собственно, потому что потеряв власть, он там очень быстро потеряет и жизнь. Действительно подходит вот к нам оружие, в Украину приходит и, конечно же, все ждут этого контрнаступления не только в Украине, но и на геополитической арене. Вот спецпредставитель Китая по делам Евразии посетит Украину и тут, конечно же, мысли разделились. Кто-то говорит, что он будет проталкивать вот этот мирный план Китая, конечно же, это будет безуспешно, но попытки все же, видимо, могут быть. А кто-то говорит о том, что в преддверии контрнаступления китайцы хотят очень быстро переобуться, держать руку на пульсе, поэтому вот этот спецпредставитель Китая будет ехать и не только в Украину и в Польшу, и во Францию, и во ФРН, но вот именно в преддверии этого контрнаступления. Ну, действительно, а им перебываться не нужно, они всегда преследуют свои интересы. А их интерес очень простой. На сегодняшний день их интерес очень простой. Поглотить экономический Дальний Восток и всю Сибирь, а вот ту часть территории, которую они на своих знаменитых картах обозначили китайскими именами от Владивостока до озера Байкау, бывшие территории Кицинской империи, просто вернуть в родную гавань. Сегодня, на сегодняшний день, они преследуют эту цель такой формы удержать Путина власти, но ослабевшего Путина. Поэтому вот такой сценарий, который мы с вами описали, сценарий всех этих Францисков, Масков и Гейтсов, он бы был им выгоден. Но если они увидят, что это не удается, а путинский режим разваливается, ну, они прибегнут к другой тактике, они будут вот этот процесс уже форсировать. Они же не будут Путина, вот если он останется сам, это хорошо, если он не останется, спасать он не будет. Они ускорят вот этот процесс поглощения российской территории. Обеспокоены, знаете, вот в Европе тем, что происходит с Китаем, и Financial Times ссылается на тайное письмо, в котором Жозеп Боррель предупредил, что Китай воспользуется геополитическими преимуществами поражения России в этой войне против Украины. Также у нас есть новость, что страны G7 в своем совместном заявлении намерены выразить обеспокоенность экономическим давлением, демонстрируемым Китаем во время проведения международных соглашений, сообщает Reuters. Мы видим, как Китай действительно как будто бы готовится к изменению вот этой всей геополитической атмосферы, пытается перенять на себя какие-то лидерские позиции, и видим действительно обеспокоенность Европы по этому поводу. Опять-таки намечается какое-то противостояние, какой-то конфликт, его что выльется непонятно, и какая роль здесь Украины будет тоже не совсем понятна. Ну, конфликт прежде всего вокруг Тайваня. Чем отличается вот этот товарищ Си? Он же совершил по существу государственный переворот, закончив с практикой Лен Сиапина о сменяемости партийных вождей. И он выбил себе у партийного аппарата третий срок, а по существу уже пожизненное правление, как китайская подобещали вернуть Тайвань. Я верну Тайвань в его народину. И он идет на военное столкновение с Соединенным Штатом. А Соединенные Штаты сказали, что они будут защищать Тайвань и никогда его не отдадут. Вот это основная суть противоречия. Я думаю, что в конце концов он поймет, он поймет, что Тайвань ему не по зубам, и как-то свои имперские амбиции, они, к большому сожалению для России, они удовлетворят на севере своей империи. Вот ускоренным в случае падения Путина, они их, так же, как и Запад, их будет беспокоить возможность такой российской смуты. Мы видим по деятельности Пригожина и 23 других, и 43 других частных военных компаний, что в общем в России назревает такая мафиозная борьба, не гражданская война, а мафиозная война, после поражения за громадные куски оставшиеся после ухода Путина бесхозной такой собственности. Так вот, Китай возьмет на себя функцию навести порядок в Сибири и Дальнем Востоке, реализовав другие свои геополитические задачи. Я думаю, что даже существует некое такое, не существует, нет, я не правильно вырабатывается такое молчаливое понимание между Соединенными Штатами и Китаем. Соединенные Штаты как бы им намекают оставьте в покое Тайвань, все равно мы его вам не отдадим, если у вас бушуют там юношеские подростковые имперские комплексы, у вас масса чем заняться вот на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. То есть американцам абсолютно будет нормальных, будет устраивать исход, если, допустим, они отдадут часть России Китаю, при этом условии, что Тайвань китайцы не должны трогать. Я вот нахожусь в Вашингтоне, я вам точно скажу, этого американцев удовлетворил, как замечательный исход. Ну, потому что все-таки они готовы воевать за Тайвань, но это тяжелая война, это война типа войны в Техом океане, Второй мировой. Зачем? Вот такой вариант всех устроит. За озеро Байкал и за Владивосток воевать они не будут. Хотелось бы поговорить также про вот мы затронули тему американцев и, конечно же, помощи, благодарные за ту помощь, что есть, но, опять-таки, конечно же, говорим, что мало. Блинкин отметил, что на каждом этапе поддержки Киева, США работают с более чем 50 странами, чтобы приспособиться, адаптироваться, убедиться, что украинские военные имеют все необходимое для борьбы с оккупационной армией Российской Федерации. Ну, действительно, тут можно сказать, что средства для борьбы имеются, но, как бы, для борьбы имеются, а для победы это вопрос открытый. Да, еще, зачитаю встык, еще одну новость, чтобы картина была полноценной. США не изменяют позиции передачи ВСУ американских дальнобойных ракет даже после передачи Украине Шторм Шэдоу. Об этом говорит Джон Кирби. Он говорит, что касается каких-либо других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наше решение в этом плане не изменились. Вот как бы такое ощущение, что по чайной ложке дает. Ну, понимаете, мы же нет абстрактной Америки, есть конкретные люди. Вот Блинкин и Кирби это наши самые верные друзья и Остин. Ну, мы же видим эту борьбу, вот вы сказали, а для победы. Так там же мы же слышим просто две разных концепции. Вот на вопрос от каковой цели Америки в этой войне Остин еще в мае прошлого года в Киеве, я помню, ответил замечательно победу Украины, ослабление России до такой степени, чтобы она никогда не смогла повторить подобную агрессию. Но на следующий день прозвучала другая формула другого высшего советника администрации Байдена, помощника Байдена по национальной безопасности Джека Селливана. И вы знаете эту форму, это лукавая форма непоражения Украины. Вот из этого непоражения и все время вытекало, не то, что давайте будем все-таки справедливых американцев, это не по чайной рожки, это на 70 миллиардов, но прав Бразилинский, когда он упрекал американцев, что все время, да, вы всегда все даете, но всегда с запаздыванием, с замедлением, и вот это замедление, запаздывание, это стоимость, цена его, это жизни, тысяч, может быть, десяток тысяч украинских солдат, это запаздывание, потому что все время это происходило борьба между концепциями, вот наша группа, назовем их по именам, Остин, Блинкин, Кирби, они всегда побеждали, мы всегда получали все новые и новые виды оружия, но вы правы, всегда это сопровождалось затягиванием неким, вот сейчас мне кажется, что ситуация очень сильно изменилась, вот позиция проукраинской группы внутри администрации Байдена значительно укрепилась за счет радикального изменения позиции республиканской партии, до недавнего времени от республиканской партии как бы выступал, хотя его никто в этом не выполнен, замачивая негодяя Трамп, который каждый день повторял, что Байден свою поддержку Украины ведет в мир к ядерной войне, а вот он великий Трамп за 24 часа обо всем договорится с Путиным, передав ему половину территории, кстати, до последнего времени на украинском телевидении два фанатика Трампа выступали, прославляя его, ну, так вот республиканская партия порвала с этой точки зрения, она приняла стратегическое решение в избирательной кампании атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украине, это делает лидер, спикер палаты председателя Маккарти, председатель комитета по иностранным палатам председателя Маккол, сенатор, ведущий лидер республиканского места в сенате Митчел Макконов, и это атака со стороны со стороны республиканцев резко усилила позиции вот этой нашей группы, поэтому в последнее время и пошли такой поток позитивных новостей, и ракеты Storm Shader, ну конечно это британские ракеты, британцы всегда шли впереди американцев в вопросе помощи, потому что у них не было двух партий внутри, у них одна была партия полной поддержки украины, но все равно без консультации с Америкой они бы не могли на это решиться, и сегодняшнее решение правительства Германии, это все результат изменившейся ситуации в нашу пользу в Вашингтоне, и я считаю, конечно, это очень жалко, что каждый новый пакет сопровождался такими задержками, внутренней борьбой, но сейчас все будет идти наиболее гладко, и я уверен, что в решающий момент битвы появятся и истребители F-16, за штурвалом их будут украинские летчики, которые уже несколько месяцев готовятся в четырех странах НАТО в Великобритании, Соединенных Штатах, Польши и Франции. Алексей Данилов заявил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько. Мой вопрос заключается в следующем. По вашему субъективному мнению, победа Украины будет в этом году или уже в следующем? Мне кажется, в этом. Все-таки два фактора. Это изменившиеся отношения Запада, прежде всего очень важная эта новая позиция республиканской партии, коренным образом изменилось отношение сил в Вашингтоне, и это отражается мгновенно и в Европе, и в Великобритании, которые и ранее были настроены более решительно, чем Вашингтон, потому что там не было такой группы Соливана внутри администрации. И второе, ну, мы видим серьезнейший военно-политический кризис внутри России. Ну, извините, когда идет такая дискуссия, в которой начальника генерального штаба называют, ну, я вынужден цитировать, мы просто аналитики, мы должны объективно называть министра обороны говнокомандующего закончена это свидетельствует об очень серьезном кризисе. Да вот такая деталь. Я бы, конечно, да, Андрей Андреевич, на будущее просто попросил бы, да, исключать эти формулировки, потому что нас могут там смотреть и дети, и хотелось бы, я понимаю, о чем вы, да, но все-таки хотелось бы исключать. Это исключительный случай, потому что вещи, мы говорим об исключительности этого кризиса, это, конечно, нельзя произносить такие термины в эфире, но этим обмениваются между собой участники российского такого военного ариапага. И посмотрите, вот два дня назад это паника среди легендарных военкоров. Все пропало, все бегут, армия отступает, это при первых ударах еще только таких, собственно, пристрелочных беспокоящих украинской армии в районе Бахмута. Так вот, эта паника, она же отражает настроение в штабах, ведь эти легендарные корреспонденты, они же не с солдатами на передовой в окопе, они все при каких-то крупных штабах, при генералах, при командующих там фронтами, и вот эти панические настроения в ожидании украинского контрнаступления, они отражают настроение вот этих штабов, настроение российского руководства. Вот эти два факта, четко обозначившаяся поддержка, наконец, поддержка Запада, и серьезный, серьезный психологический кризис внутри российской армии, позволяет мне надеяться, да быть уверенным просто, что наступление будет удачным, слабое, все военные эксперты согласны в том, что наиболее слабые позиции российской армии на юге, и собственно, тот сценарий, который генерал Заужный нарисовал еще в декабре прошлого года, в сценарии, в своем интервью иконы, он остается базовым. Взятие Мелитрополя, выход Бердянска, выход к побережью, уничтожение Крымского моста, отрезание полной российской группировки Крыму. Это событие, которое вполне реально могут произойти в течение нескольких недель. А уверяю вас, как политический эксперт, что вот такой сценарий будет уже триггером серьезнейших политических изменений в российском бункере. Работаем каждый на своем поле, чтобы максимально приблизить Украину к победе. Спасибо вам за выделенное время, за аналитику. Приходите еще. Спасибо. И обещаю больше не использовать этих терминов. Хорошо, ловлю вас на слове. Пока. Пока.